Добрый вечер! 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 Патриарший экзарху сия Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел узначалю и боскую литургию. Треба отзначить, Гомельская епархия отримала молитвенника перед Простолом Божим, дякуючи намаганием епископа Гомельского и Жлобинского Стяфана. Он пошел избирать материалы об Эане Кармянске в 1990 году, когда изъявлялся настоятелем пройхода у везца Карма. Позднее были знойдены неотленные моши святого и передадены у Святопокровский храм для поклонения. Я проживаю в агрогородке Карма и часто прихожу к Ана Кармянскому и на праздники, и просто так, и прошу о помощи, если болеет какой-то близкий человек или в семье какие-то проблемы, сюда прихожу и прошу, чтобы все было хорошо. Многие верники лишат, что моши Ана Кармянского, як и в уголе рэши, связанные с ним, володают тудадейной силой и сдольные вылешивать розные хворобы. Это семьи, которые молились и много лет молились о чадородии и не имели детей по 15 лет даже. Но отец Иоанн давал им чадо. Лично мы, которые мы знаем, семеро детей, вот пятеро из них Ванечки, которые к нам приезжают. Уси так само погоджаются, что и место тут незвышайное, небоодоранное Божьей лаской. Что дня про его доведываются новые люди, им кнутся приехать сюды. У свято-верники, готовые пройти свой шлях до мощного тудотворца Иоанна Кармянского, не глядяши нават на долгие черги. У думках во всех молитвы и надея на сердце веры и любого до святого, перед яким яны проливают свою душу, и от якого сыходят с упакоенными. Вероника Варашилина, Михаил Рабко, телерадиокомпания «Гомель» с Добрышского района. Туровский молочный комбинат поширает географию экспорта. У стады распроцовки находятся контракты с Азербайджаном и объединенными Арабскими Амиратами. В связи с чем, в худшем часе, плануется и увеличение вытворчих макшимостей. На предприемстве, которое по выникам своей деятельности за минулий год занесено на областную дожку гонору, побывал Дмитрий Котов. Молодое предприемство Туровский молочный комбинат усяго за три годы своего иснования досягнуло значных выников. Сегодня тут выпускают такие виды сыров, как моцарелла, рикота, маскарпоне и другие. Уси технологии вытворчастей отповидают европейским стандартам. На комбинате практически полная автоматизация, кроме отдельных узлов упаковки. Но так в целом все подается на транспортерных лентах с помощью дробопроводов, насосов. Ручной труд минимизирован максимально. Таких заводов автоматизированных в производстве моцареллы и сыров, пасты, пилаты, их не так много. Мы одни из них. В первую очередь, когда предприемство начало свою деятельность три года тому, тут перепрацовывали около 30 тонн молока за сутки. Сегодня уже больше за 200 тонн. Такие росты обумовлены некоторыми причинами. Первая очередь – популярность продукции Туровского молочного комбината на внешних рынках. Сырод гандлевых партнеров – Россия и Казахстан. Сейчас распроцовывается контракт с Азербайджаном. Продукцию комбината в худшем часе смогут попробовать и жихары объединенных Арабских Эмиратов. Улишивая такие опыты на внешних рынках – особливая увага на предприемстве контролю за якостью сыровины. Постоянно укладываются сроки в модернизацию лаборатории. До того же специалисты проверяют сыровину и на фермах, еще до поступления на Туровский молочный комбинат. Наши специалисты выезжают непосредственно сельхозпредприятия, работают на ферме вместе с ветврачами и зооинженерами. Поэтому прежде чем молоко зайдет на завод, мы качество знаем уже непосредственно на производстве. Поэтому вот такие результаты. То есть высококачественное молоко. У нас премиальные сыры, и мы не можем себе позволить спрятать плохое сырье. У Красавику этого года на предприемстве реализовали амаль 800 тонн сыру и попыт на продукцию протягивая расти. До речи на рахунку предприемства сегодня уже немало узнагород, сирот яких бренд года у Беларуси и лепшие отчинные товары на рынку Российской Федерации. 15-й год был для нас очень успешным, потому что в 15-м году мы выпустили очень много новых видов продукции. Мы расширили линейку сыров рикотта, рикотина с наполнителями, со вкусами. Мы выпустили новый замечательный крем из сливок крем-чиз, который тоже вышел уже в линейку вкусов и ароматов. В этом году плануется запуск другой могутности Туровского молочного комбината. А в перспективе выход на 400 тонн перепроцовки молока за сутки. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» с Турова. У городским поселку Октябрьске протягивается подрыхтовка до фестивалю фольклорного мастатства «Берагения-2016». По колью он мае статус республиканского, хоть селета уделуем, приймают уже коллективы с 7 краин света. С прохраммой света о знайоме уся Лексин Серову. У першыню фестиваля «Берагения» прошел в 1998 году. Селета он уже девятый по лику. Это уникальный фестиваль, який с мероприемства районного масштаба пераутворился в важную падею культурного життя Беларуси. В этом году селета уделников – аутентичная гурты из нашей краины, а так само самобытная выканавца с Сербии, Чехии, Польши, России, Литвы и Украины. Усяго у святочных выступлениях селета примуть удел. Хочек – 900 самодеянных артистов. Узорный дитячий коллектив Рудобетской Зорочки – неазменный у денег Берагини. По опошлому часу состав, правда, значно изменился, але тут все ровно сподяются на доброе выступление. Урещи, отриманные ранее узнагороды, обовязываются. Лауреат, гран-при, диплом комиссии Республики Беларусь по справам ЮНЕСКО. Нашему ансамблю пошанцевало выступить перед президентом Улясковича Петриковского района. Александр Григорьевич дал высокую отзнаку нашей праце и сказал, что мы на правильном шляху, что дети проникаются своей историей, краю своего, своими коронями, традиционной культурой. Основная задача Республиканского фестиваля Берагини – поддержка народной творчести, захование мастерской культуры и долучение до фестивального руху новых факторных коллективов. А сюль и география его проведения. Одна зазоблилась у фестиваля Берагини тем, что он проходит не только непосредственно в городском поселке Октябрьске. Сюль это, например, самодельные артисты наведуют вёски Светлогорского, Октябрьского и Калинкевского районов Гомельской области, а так само Грузского и Могилёвской. Причём разом с белорусскими на сцену выйдут и замежные коллективы. У гэтом годзе фестиваль мастерства Берагини пройдя с 23 по 26 червеня при патрымце Министерства культуры Беларуси и Гомельского облаканкама, а так само под патрынатом ЮНЕСКО, у программе свята майстер-классы по народных спевах и танцах, круглый стол на контразвития в Беларуси факторного руху и навык рыцарские споборницы, а самое главное всё-таки выступление коллективов, для того, как трапить на фестиваль, им до речи пришлось пройти достаточно строгий отбор. Делаем свой в районе отбор, области производят свои какие-то зональные отборочные туры. И, конечно, при приглашении зарубежных коллективов мы смотрим то, чтобы коллектив, конечно, соответствовал основным направлениям, жанру фестиваля. Олег Синтюров, Евген Макеенко, телерадио-компания «Гомель», Октябрьский район. До инших тем. Сегодня у Гомелей началась Республиканская олимпиада профессийного майстерства сирот навученцев медицинских колледжаў. На протягу двух дзён, будучи медицинские сёстры, фельдшары и помощники урачоў, будуть демонстраваць, чаму их навучылі за три годы, и таким чыном подтверджаць здольнасть своих навучальных установ рыхтаваць висока квалифікованныя кадры. Зудзельникамі спаборніства ўсустрэліся нашы корэспандэнты. Спачатку конкурс да полутора чылавек на месца, потым тригады напружанай в учобы, і урышця спеціальнасть медыка сярыдняга звяна. За час свою дзейнасці толькі Гомельскі Дзержавны Медыцинскі колледж падрэхтаваў больш як 20 тыс. спеціалістаў. Прычым, выключна теора і тут не адмяжовуюцца. Практичныя заняткі пачынаюцца ўжу на першым курсе. Утым ліку непосредна ў медыцинскіх установах. Але подчас падрэхтавкі да олимпіяды з ёе ўдзельникамі провяле яшчы і дадатковае заняткі. Мені каже, за три месца мы научились большему, чем за три года. Я хочу выразить огромну благодарность нашым преподавателям. Они внесли огромный вклад в нашу подготовку, потратили много сил. И мы тоже немножко подустали, но мы готовы. Мы ещё поборимся за первое место. Республіканская олимпіада профісійного майстэрства сярод-навучэнца ў медыцинскіх каледжоў правопераемнік проводзім ахране республіканскіх конкурсоў профісійного майстэрства. Правда, ў адрозіні от прадмітных олимпіяд гэты с паборніства ніяких піравах пры поступлэні ў вышэйшэя навучальны ўстанувы не даюць. Хоць стать пераможцам ўсё ровно імкнецца кожны ўдзельнік. Сё літа гэта 48 чалавек з ўсіх шаснадцэці медыцинскіх каледжоў Беларусі. Задання мая на ўвазі дэмонстрацію в'едаў, отрыманых на працягу ўсіх троха доўнавучання. Задача – выявлэння таліновітаў муладзі і матывація іх да павышэння профісійных навыкаў. А прачатагу неабходна правэрыць правільна стратэгія, абранаў медыцинскімі каледжамі ў падрыхтаўцы кадраў для так званага «первічнага звяна» – медыцинскіх сястюр, фельдшараў і памочнікаў урачоў. Савременныя тендэнція в здравоохраненні, што імэна в первичном звяне дзелаецца акцент на работу бригады, во главе каторээ стоїт врач, памочнік врача памбулаторно-поликлиніческой помощі і медыцинская сестра. В принципі, вот, в теченні нескалькіх лет імэна всё первичное здравоохраненні перейдёт на такуў форму работы. Олег Сінцюру, Олесі Рудзянкова, Ігор Марышчынка, телерадиокампанія «Гоміль». У Міністерстві ўнутрэных справ Біларусі падвелі вынікі республіканскага конкурсу «Сярод СМІ». Угалонай номінацій пад назвай «Праект Года» перамагла программа телерадиокампанії «Гоміль. Надзвычайная сітуація». Гэты телепраект ў першыню выйшыў ў эфір толькі ў листападзі минулага года. Але ж адразу был высока оценіны глядачамі і службамі, з якімі супрацовнічыя творчы коліктыў программы. І вось заслужаная узнагарода з рук Міністра ўнутрэных справ Ігора Шуневича і словы падзякі за гэту і інформаційно-публіцистычную працу. Узнагароды таксама атрымалі калегі па журналіскаму цэху з «Гомільськай прауды» і жыткавіцкай районныя газеты «Новая Палесі». Такім чынам, ў камандным заліку «Гомільшчына» стала самай паспяховай на гэтым конкурсі. Што отычыцца программы «Надзычайная сітуація», то зараз рыхтуецца да ефіру яе чарговый выпуск. Талі глядачоў і знов чыкаюцца апіратывныя матрыялы, шмат экспертных адзнак і усібаковы погляд на пытанні правоохонной дзейнасті ў регіоня. Прежде всего я хотел бы отметить, що це не перша победа программы «Чрезвычайная сітуація» її творческого коллектива. У нас в арсенале вже диплом управління внутріннях дел Гомільського обласполкома і Государственна інспекція по охрані животного і растительного мира при президенті Республіки Беларусь. І тепер вот це почетна номинація, проект года Министерства внутріннях дел, їх республіканский конкурс. Безусловно, це дуже, дуже високая награда. 25 дзельнікаў обласного дзетячого телевізійного конкурсу, ведучих «Юная телезорка» вышли у фінал. Нагадаєм, масштабный творчий проект реалізується сумесно телерадою компанией «Гоміль» і управлінням аддукації гомільського аблавы конкама. За маль 500 дзельнікаў першого отборочного этапу конкурсу, які прайшоў ў кожным районе, ў полфінал трапілі толькі 84 конкурсанты. Гэта хлопцы і дзяўчаты ваў зросте ад 10 до 15 гадоў. Усе без выключэння полфіналісты прадемонстравалі высокі узровінь актёрскага, промоўніцкага майстырства, імправізавалі на сцене і патрымлівалі адзін аднагом. Такім чынам ў дзельнікіў паўфіналу паставілі перад членамі журы складаную задачу выбрать 25 лепшых рабят, якім выпаде шанс пазмагацца за перамогу ў фіналі. Іх імёны ўжо вядомые. Больш затое талі радою компанія «Гоміль» ў Межнародны дзень абароны дзяцей прапануе глядачам зазірнуць не толькі на сцену, алі і за кулісы чарговага адборочного этапу конкурсу. Глядіці талі версію паўфіналу праекта «Юнная талізорка» заутра ў 18.15 хвілін на талі каналі «Беларусь 4». Нагэтым выпуск завершен. У студы працавала Наталі Ігнатянка. Мы сочым заразвіцьом падзей ў Гомілі і ў області. Заставаціся з нами.